здравствуйте друзья я вот как бы возвращаю долги трудовому народу и попытаюсь максимально значит ответить на вопросы которые у нас там под накопились ну коротенько вот так одним видео сразу несколько вопросов вот тут идет такой как пользоваться онлайн-курсом на сайте портновком рук не могли бы подсказать как правильно пользоваться я бы превосмотрел по одному видео два часа в день каждый день правильно ли это а вдруг кто-то за два дня видео посмотрит и ничего не запомнит ну если ничего не запомнил еще раз посмотрел то есть я и заход три раза смотри это же люди все разные у них разные способности у них разный уровень подготовленности и так далее вот эта страничка тут 10 занятий вот вы видите первый урок покороче а так они примерно по два часа каждая то есть вам нужно вот 20 часов и возьмите первый урок вот вот начинается первый урок тут на самом деле вот есть ресурсы давайте может быть с них немножко начну есть некоторые полезные вещи просто пойдите посмотрите чего есть вот есть видео например про поиск работы в сша такой общие вопросы потом как искать вакансии на дайсе как кодировать профайл там на дайсе ключевыми словами как тестировать карандаш там банкомат есть такие характерные вопросы типичные вот тут мы разбор резюме то есть вот это тоже очень очень ценный вот материал и тут кто-то бросил книжку в ссылку я не знаю там она есть еще в этом месте или нет ну не суть в общем вот тут тут много ресурсов вы можете отдельно с ними заниматься но в принципе мы упоминаем эти ресурсы там по ходу дела вот идет первый урок значит у нас есть вот запись этого вебинара на ютюбе висит у нас есть в виде зазипованного файла некоторые люди просто слушают где-то или они там на каком-то девайсе смотрят на лэптопчики например да если вы где-то находитесь у вас нет там connection интернет connection ну вот значит здесь посмотрели тут еще вебинар видео дело то что когда я вел занятия это тоже на ютюбе висит но там снимали меня камерой поэтому вы можете смотреть например вот вебинар в записи то есть вы видите мой экран и слышите мой голос а здесь вы видите мою физиономию если кому-то интересно на меня смотреть вот значит можно так смотреть и слайды к уроку то есть та презентация которая я делал powerpoint она здесь вот присутствует и вот так вы идете потихонечку значит когда урок прошел вы делаете домашнее задание вот мы поговорили о чем-то а там идут вопросы вот вопрос ответ вопрос ответ вопрос ответ на на английском про вот потом второй урок значит пару часов вы будете смотреть запись потом есть там литература всякая которую вы должны значит там давно дают к себе подгрузить значит на компьютер посмотреть почитать может еще какое-то время занять а вы не спешите вот и дальше тут вопросы контрольные значит мы это все обсуждали на уроке вы начните вот когда вы начнете и там скажем первый урок ну я думаю что первый урок за два часа вы не пройдете прошу вас тут всякие занятия еще есть кроме того что вы смотрели в записи ну попробуйте значит может быть вы если не за два часа то за три справитесь потом пойдете на вторую и так далее никаких проблем нет я никогда не слышал чтобы кто-то вот жаловался я знаю много много народу проходили этот курс и я почти каждый получаю какие-то сообщения на этот счет там спасибо туда-сюда но чтобы вот кто-то там проблемы испытывал я не припомню так давайте посмотрим еще что тут народ спрашивает еще про иммиграцию я нашел путь про который еще не упоминалось оказывается и чван биби за для университетов и не коммерческих организаций не имеет квот и агры не ограничено первым апреля расскажите если таких организаций привыкли и как охотно они занимают иностранную рабочую силу я не юрист по этим делам да по иммиграции и я знаю то что я знаю никогда в жизни не имел никаких дел с подобными организациями с точки зрения вот там виз там или чего-то это очень далекий от меня мир и есть много вопросов которые надо задавать на форумах там где люди с разным опытом потому что я как человек очень ограничен в том что мне приходилось видеть поэтому чего знают узнают чего не знают о не знаю и на самом деле вопрос не в том если там привели нквич вот а вопрос в том что это не массовый канал вы думаете в университет легко попасть по по рабочей визе или там в нон-профит организации вообще платят какие-то смехотворные деньги поэтому что получается если брать там допустим айтишник там или кого-то в нон-профит организацию я даже себе представить не могу я не знаю никого кто бы работал там в нон-профит организации потому что если привели нквич есть с точки зрения государства конечно должна быть привели к вечеру что же подрывать рынок рабочей силы ты чё же так сейчас приводить программистов которые там в три раза меньше получают в 4 вот поэтому я не знаю точно не знаю значит если я был государством я бы безусловно сказал что они не имеют права платить меньше вот чем платят в индустрии точно так же как мы все вот я тоже могу пойти там работать в нон-профит организацию за 25 тысяч в год но значит я не знаю очень никто не идет местный особо если только если люди которым не нужны деньги особо дать как они живут у них все хорошо их больше интересует общественная такая деятельность а приезд у михаил у меня предложение по записи мотивационного видео для новых иммигрантов было бы очень интересно услышать самые удачные на ваш взгляд истории миграции в сша которые вы знаете понимаете историка я не судья успешности понимаете вот хотела мама или женщина хотела приехать и быть мамой и иметь там пять детей и уже не так важно там в эмиграции их имел или там где на им это не суть вот суть в том что она хотела быть хорошей мамой а я считаю что она успешно мы говорим про иммиграцию значит я не знаю может вот может быть она хотела их растить по каким-то соображениям в иммиграции чтобы там было чисто чтобы там было хорошее образование не такое там где-то бандитском месте где она там жила я не знаю какой был у нее там повод для для иммиграции и может быть журнал какой-нибудь напишет пойти я даже когда в журнале вижу я не читаю потому что я понимаю что все это совершенно субъективно и или проплачено или там еще чего-то 10 лучших мест для жизни в америке я не стану читать мне неинтересно это ерунда события майдана пробудили живой патриотизм во многих жителях украин а главное у простых людей появилась возможность участвовать в процессе принятия решений лично или группами в господи так в связи с этим я разделяю населению странieso и граждан из них граждан это человек который имеет свою гражданскую позицию и социально активен в этом направлении житель это прямая и противоположность люмпен аморфное тело мне не нравится это все вот мне это не нравится люмпен не нравится аморфное тело не нравится и вот эти вас гражданской позиции столько крови с рука они пролили невинных абсолютно людей и в гражданскую и даже без войны. Понимаете, вот это как только я вижу вот это вот с люмпиным и с аморовным телом, мне не хочется на самом деле в это даже вникать. Это ничуть не лучше, чем ничуть не лучше, чем вот те, которые пробудили живой патриотизм. Вот то, как они поступили, вот это ничуть не лучше. Это абсолютно того же поля ягода. Лично я считаю себя гражданином. Да ради бога. Стараюсь всячески развивать все данные свойства. Молодец. Даже, может быть, вижу себя на позиции общественного деятеля. Вы не будете хорошим общественным деятелем до тех пор, пока будете вот это вот с люмпиным и с аморовным телом. Советских общественных деятелей уже столько было, что еще одного больше не надо. То есть вы или как-то преодолеете это, вот с моей точки зрения, да, или вы ничем не будете отличаться от советского. Они всех вот так и делили на люмпиных и аморовные тела, и идейных комсомольцев, там, коммунистов, которые ходят там, я не знаю. Вот у них была гражданская позиция. А тот, который просто хочет жить там, детей растить. Понимаете, вот тот, значит, не гражданский а люмпин или аморфное тело. Какое имеет значение гражданская позиция в жизни молодого человека? Ну и чем моложе, тем, наверное, больше гражданская позиция играет какую-то роль. Вот я когда вижу студентов, например, они очень, они политически гораздо более активны, чем люди постарше. Они ходят на демонстрации, они перегораживают мосты, какие-нибудь безответственные очень, потому что откуда у них ответственность? У них детей нет, семьи нет, там, денег не зарабатывают, поэтому откуда ответственность у них? Они очень либеральны, вот, они, как сказать, противопоставляют себя миру, в котором надо зарабатывать на жизнь. Да, ну хорошо. Со временем это проходит. Если человек, вот Черчилль говорил, что если человек с возрастом из более либерального не становится более консервативным, то, значит, я забыл там его дословно, что-то у него, но у человека с головой плохо, как бы, смысл слов всего таких. Я согласен с этим. Нужно ли этим заниматься в возрасте до 35 лет, при том, что бенефиты такой деятельности весьма сомнительны. Бенефиты абсолютно замечательные. Вы можете делить людей на хороших, вот, типа вас, и на люмпинов, и аморфные тела. И это замечательный бенефит. Как же, не обязательно деньгами, вот можно вот так, например. Как обстоят дела с патриотизмом, гражданской позиции у населения США? Я когда слышу, ну, у меня советская, может быть, школа, я когда слышу слово патриотизм, я думаю, сейчас какое-то дерьмо будет. Нельзя сказать слово патриотизм без того, чтобы какое-то дерьмо сделать, какую-то гадость сделать. Я даже представить себе не могу. Патриотизм — это не то, что вы обсуждаете. Он у вас есть внутри, или у вас его нет внутри. И содержание это может быть того, что вы с оружием в руках защищаете свою родину от внешнего агрессора. А может быть, что вы ходите, ищите внутреннего врага, пишите доносы на, сейчас это называется, как там, национал предателей. Вот пишите доносы на национал предателей, ходите по форумам там, американским, и пишите гадости, не нужна нам ваша Америка, там, все это матерком и так далее. Я каждый день удаляю. Вот у них патриотизм и гражданская позиция. При том, что отморожены на всю голову люди. Поэтому я отношусь с большой настороженностью к этому, ко всему. И, может быть, к консервативности. Я не хочу сказать, что я в свое время не заплатил дань вот этому всему. Это неправда. Тоже был вот по молодости лет такой более экстремистский молодой человек. Но сейчас как-то это у меня прошло. Так, тут вот про чаевые, но у нас есть видео про чаевые, я не хочу на это дело. И на предыдущей страничке там дали молодому человеку видео. Ссылочку дали, я не буду про чаевые. По общению с рекрутерами. Когда на почту присылают предложение о свободной форме. Привет, как дела? Есть great opportunity. Пришли update CV. Как лучше отправить ответ? С официальным cover letter или же в свободной форме? Никакого cover letter писать не надо, некому читать это все. У меня, знаете, есть форум школьный, там студенты регистрируются. И там много, там тысячи три-четыре народу. И форум шлет людям, значит, письма со словами, значит, там, с днем рождения поздравляет. И они начинают в ответ этому форуму, роботу этому писать спасибо, там, туда-сюда и так далее. Ну, не надо, ну, что с роботом переписываться? Значит, просто напишите там please find that touch my resume. CV, это вы неправильно используете слово. CV это для ученых, для университетских работников. У вас это резюме, скорее всего. Уместно ли вежливо отказаться или просто проигнорировать? Абсолютно уместно проигнорировать или вежливо отказаться. Никто вас за это не осудит. Всем пофигу. Вот, так что давайте я на этом месте, может быть, остановлюсь, а потом мы сделаем еще один сюжетик, может быть, другой, третий, и осветим больше вопросов. Спасибо всем за внимание, за участие, и мы с вами пока прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok